здравствуйте на библейский портал экзакет поступил вопрос почему священники ходят в черном но может ходят в черном а сидят уже и в светлом не как видите шаблон немножко это видео должно разрушить потому что перед вами священник который ходит не в черном прежде всего надо понять что апостолы ходили проповедовали в той одежде которые они ходили повседневно но они старались одеться скромно аккуратно и какая-то длинная одежда развивающиеся она на юге предназначалась не для того чтобы теплее закутаться а наоборот чтобы чуть-чуть от жары от палящего солнца человека прикрыть то что священники до сих пор ходят в подряснике в рясе в некоторых вот таких одеяниях под старину это некоторая дань традиции традиции напоминание о том что мы не изобретаем что-то новое наоборот мы храним храним вот это священное предание церкви но тем не менее если мы посмотрим на символику цвета то она важнее проявляется не в подрясниках рясах то есть такой вне богослужебной одежды священника а как раз в богослужебном облачении и богослужебное облачение которое одевается священник это некоторые тоже напоминание о том что вот как господь говорит видите как птицы небесные господь их питает вот видите как эти травы которые цветы полевые растут и какая красота в них прекрасно господь эту землю создал прекрасной и у нас каждое в начале вечернего богослужения вечерний читается предначинательный псалом где прославляется творение господа природа вспоминается и различные звери и горы и небо так далее и для нас напоминание вот этих богослужебных цветов их смена понятное дело уже по них некоторая символика уже была подведена да как вот вход господин иерусалим и отроки пальмовые ветви бросали под ноги христуя размахивали его встречая то тоже вот облачение зеленое более того если мы посмотрим что не всегда было все так однозначно что даже когда какие-то цвета сложились и по богослужебных облачений они все равно тоже менялись так например нам всем привычному поем там пасха красная на самом деле красные под церковнославянские это красивые то есть пасха красивые буквально пасха не служилась до революции в красном облачении и до сих пор русская зарубежная церковь части русской православной церкви которая была основана иммигрантами бежавшими от большевистского переворота до сих пор там пасха совершается как и все большинство абсолютных господских праздников как крещение как рождество как преображение совершается в белом облачение у нас это осталось в нашей богослужебной традиции уже внутри россии в том что священник на великую субботу переоблачается из черного в белый и в белом начинается пасхальная служба и большинство всех наших соотечественников тоже возможно даже не подозревает что потом то облачение будет красным потому что на крестный ход священник на пасхальный тоже идет в белом облачении а красный это был символ облачение мученического но поскольку все равно это такой радостный праздничный цвет как мы видим а символика может поменяться и было белое облачение стало красным тем не менее для нас если мы посмотрим черный цвет этот цвет великопоста но тоже так было отнюдь не всегда тоже это были как раз красные цвета темно бордовые они были цветами великопоста ми только несколько столетий назад уже облачение вот но как-то так сложилось что стало черным только великим постом причем надо понять что черный цвет это не цвет траура потому что иногда когда спрашивают батюшки а чего это они ходят в черном это что они вот надо выходить значит православные грустные там в черном ходят нет черный этот цвет действительно некоторого покаяния покаяние то радость духовная в чем совершается отпевание в чем совершается погребение вспомните родительскую субботу когда вы фрам заглядывали в каком облачении священник тоже правильно в белом облачении как раз напоминающим о тех вот праздничных господских цветах потому что мы родительскую субботу вспоминаем как господь сходит в ад в день субботный да вот мы читаем любой воскресный евангелий там вот этот день субботный очень акцентируется на что вот вы и да там что за утро от суббот то есть на завтрашний день от субботы подчеркивается момент воскресения христа потому что в этот момент он пребывает в ад и что в этот момент тоже этот день становится днем господским и поэтому мы усопших поминаем слушать священник в белом облачении хотя это вроде день траурный и отпевание совершать в белом облачении они в черном поэтому наши привычные некоторые палитры цветов мы должны лучше разбираться именно в церковной символике это нам поможет не ассоциировать ее с какими-нибудь традициями советского богоборческого времени когда все там наряжались в черное и там траурные какие-то печальные речи говорили ни в коем случае когда погребают православного человека есть тоже такая замечательная традиция уже земле придают и поют пасхальные песнопения мы же должны помнить слова христа не будьте как лицемеры которые когда постятся да что вот они уже являются людям постящимися нет мы должны все делать тайн и единственное что мы не делаем тайна это то что не мешает друг друга наоборот помогает когда мы вместе собираемся за богослужением и через символика того или другого цвета даже напоминаем человеку который не так разбирается в православном богословии не так увы часто открывает библию каков праздник каково его значение и насколько радостно нам его встречать